На первом шаге концептуального проектирования производится выделение типов сущностей, которые будут использоваться в дальнейшем для построения семантической модели. Итак, это в первую очередь работа бизнес-аналитика и проектировщика базы данных. Для того, чтобы определить, какие типы сущностей дальше будут в нашей модели использоваться, обычно производят опрос разных типов или групп пользователей. Которые, во-первых, являются в каком-то смысле экспертами в предметной области и будут работать с информационной системой, в основу которой будет положена база данных, которую мы проектируем. И в этом смысле нужно отметить, что взгляд разных групп или разных ролей пользователей на одну и ту же предметную область может сильно отличаться, поскольку они могут работать с разными наборами данных, оперировать разными объектами, разными понятиями. Поэтому вывести определенный набор типов сущностей для какой-то предметной области зачастую является нетривиальной задачей. В качестве примера можно привести некую базу данных проектов, которые реализует какая-то компания. И, например, для сотрудника, который является исполнителем проекта, было бы интересно в том числе посмотреть, какие другие сотрудники участвуют в каком-либо проекте, как можно с ними связаться. И получить, например, какую-то информацию дополнительную о проекте, такую как название проекта, сроки его проведения, состав работ, которые должны быть присоединены в рамках данного проекта. А, например, для какого-либо управляющего специалиста в этой организации, возможно, будет наиболее важная информация статистического характера. Например, сколько сотрудников в среднем участвует в проекте, какова средняя длительность проекта, как зависит, например, стоимость проекта или удельная стоимость часа работы сотрудника в зависимости от каких-то показателей, например, длины проекта, сложности его и так далее. Видно, что здесь взгляд разных групп пользователей на информацию, которая должна быть сохранена в базе данных, существенно разнится. Поэтому выделение сущностей или типов сущностей, которые производятся на данном этапе, это важная операция, которая должна учесть интересы всех типов пользователей. Ну, зачастую одним из таких правил, которые используются для выделения типов сущностей, является учет независимых типов сущностей. В частности, речь идет о том, что однозначно сущности в рамках, ну, например, модели сущной связи должны быть те типы сущностей, которые не зависят от других типов сущностей. Ну, например, такие типы сущностей, как сотрудник, отдел и так далее, могут, очевидно, быть отдельными типами сущностей. А какие-то вещи, такие вещи, например, как связь каких-то других сущностей, могут зачастую не выделяться в отдельный тип сущности, а в рамках данной модели представлять собой только связь. Еще раз, тут нет однозначного формального подхода, поэтому все решения, которые будут приниматься в рамках проектирования и выделения типов сущностей, они основываются на конкретной предметной области и потребностях пользователей в той части базы данных, с которыми эти пользователи будут работать. Важным моментом является то, что в процессе выделения типов сущностей нет необходимости пытаться учесть все возможные типы сущности, которые существуют в предметной области. В действительности даже простые предметные области зачастую довольно сложны, и поэтому пытаться учесть все те возможные типы сущностей, которые в них фигурируют, иногда бывает, во-первых, хотя бы неразрешимой задачей, а иногда просто чрезмерно сложной. То есть надо всегда разумно подходить к тому набору типов сущностей, который мы в реальности хотим учитывать. Опять же, здесь мы должны исходить из требований, которые ставятся перед системой, в первую очередь ее пользователем. Ну и после того, как набор типов сущностей выделен, каждый тип сущностей должен быть поименован, поскольку в рамках, в том числе ER-модели, типы сущностей должны иметь имена, хотя бы для того, чтобы их отличать и выделять. Ну, опять же, семантика моделей, описанных в рамках понимания сущностей связи, она существенно выигрывает в тех случаях, когда осознанно производится выбор названий для каких-то конкретных типов сущностей.